Принесет успех в любом случае то, даже и без этой книжки, то, чем нравится заниматься. А это просто с помощью, так скажем, все-таки атмосферы интеллектуальных услуг. Например, какой-нибудь консалтинг. Все проекты, связанные с интернетом, сейчас очень выгодны. Это с вопросом о том, чем сейчас заниматься, скажем, человек, у которого одно из танцевого капитала. Прежде всего, интернет-проекты. Вот здесь также этому посвящена глава. Как создать, так скажем, успешный интернет-проект. Собственно, модель раскрутки фирмы, она полностью повторяет модель раскрутки сайта. Это поиск имени, привлечение туда новых клиентов, посетителей под этот проект и встреча их удержания там. Красота. Спасибо. Итак, друзья, если у кого-то возникают вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руку и я с удовольствием передам микрофончик. Вопрос у меня следующий. Вот вы сейчас как раз назвали три основных компонента, так скажем, в раскрутке фирмы. Основных и важных? Да. Вот можете прокомментировать немножко каждый из них? То есть, каким образом достичь, вот вы говорите, удержать клиентов своих, как-то не упустить их? Как все это делать? Я отвечу на этот вопрос следующим образом. Вот я бы его переформулировал. Какая фирма может называться суперфирмой? Как раз у нее есть три основные черты, которые будут соответствовать ее успешности. Первый критерий – это та, которая, фирма та, которую знают. Соответственно, это та фирма, над именем которой поработали основательно. Второй момент – это та фирма, у которой есть поток новых клиентов. Постоянный, так скажем, непрекращающийся. И третья – это та фирма, про которую пишут в книгах. Вот такая фирма может называться суперфирмой. Гранты названием, потоков клиентов и та, про которую напишут. Ну, может быть, не книгах, а те, по газетам или на интернет-порталах. Вкратце описать способы классного к имени, так сказать, налаживания потоков новых клиентов и удержания в одном ответственности на вопрос сложно. Собственно, для этого и есть тех. Но вкратце, вспомните, как вы раскручивали свой сайт, если вы этим занимаетесь. И, в принципе, вот все эти модели можно транслировать на фирму. Роман, вот мы сейчас очень много говорим и употребляем вообще слово «раскрутка», «раскручиваем». А вот что будет вкладывать в конкретное понятие? Раскрутка – это процесс продвижения. То есть, вообще, как родилось слово «раскрутка»? Я, в принципе, давно занимаюсь и считаю себя пиар-специалистом. То ко мне поступали такие вопросы от разных людей, начиная от научных работников, окончая директорами торгово-промышленных предприятий. Вопрос звучал в большинстве случаев «стоящий молоток» – как нам раскрутиться? Поэтому, в принципе, я это слово сам не употребляю. Но поскольку, как говорят клиенты, соответственно, так должен говорить. И то, кто услуги по продвижению оказывает. Пиар, маркетинг, реклама – там не важно. Продвижение всех фирм, которые там описаны. И рядом с которыми стоит мое имя или какие-то мои советы. Но сразу скажу, что продвижением компании «Евросейц» «Проекодиалог мира» и «Тинькох» я не занимался. Но они, соответственно, как я рассказывал вначале, вошли сюда в самую последнюю очередь. А так все это практика, абсолютно практика моих ситуаций. Вот, допустим, когда я продвигал переводческие компании, IT-компании, интернет-ресурсы. Плюс я всегда добавлял интересные случаи, как-то же килисы, истории, которые я видел, встречал в бизнес-книгах, в газетах. Вот кто-то их, так же, просчитывал и пропускал, откладывал в сторону, я их записывал. И потом вот они, так же, приятно украсили фактору книги. Спасибо. Итак, друзья, я все-таки вас призываю немножечко быть поактивнее, если у вас есть, появляются... ...лечего покрепче. Как все-таки делаются, так скажем, деньги, курс менеджмента, по большей части ничего не дают. Что касается международного опыта, ну да, он, конечно, полезен, но это не истинно последняя инстанция, потому что российский опыт, его тоже покопилось достаточно, о нем пишут книги, тоже про диджейские продюсирование. У нас готовит книга, хотим на интернете ее издать. Я советую лучше, вот, да, курсы, если все-таки на курсы пошли, там, запитались в специальности, самое полезное, что там можно получить эти контакты. Контакты лучше, конечно, всего искать, но не на курсы, да, курсы там оказались. Лучше ходить на форумы, конференции, какие-то кусокки, вот, за этими самыми контактами. Это и ничего не стоит, и пользы больше. Там же можно и краткий интервью побеседовать, и так далее, там, договориться о будущих встречах. Кстати, послезавтра как раз будет Сокольников, точнее, второй клубный форум руководителей ночных клубных России. Вот советуют прийти. Ну, на музыку Москва, допустим, тоже можно сходить. Вот, на таких вещах мы, наверное, общаться и учиться. Юридические и экономические вопросы в этой книге не дотронутся. Здесь только пиар, маркетинг и реклама, под которой происходит, скажем, рост СМ. Если есть вопросы, есть желание подписать снику, подскажите. Самое сложное начать, решиться. Вот, потому что, ну, приведу пример. Многие мои знакомые, друзья, одноклассники, хотели начать бизнес более-менее интересный, но начали с маркетинговых исследований. И на этом все закончилось. Вот, потому что любое маркетинговое исследование... Заходите, рассматривайте, не просто рассматривайте, а главное, прочесть, пролистать, просмотреть книгу. Там, действительно, на ее страницах очень много интересного найдете. Заходите на сайт Романа Масленникова, приобретайте книги, подписывайтесь, задавайте свои вопросы. А у нас в гостях, напомню, Роман Масленников, генеральный директор и партнер пиар-агентства «Простор Пиар Энд Консалты». Занимается продвижением компаний среднего бизнеса в таких областях, как профессиональные услуги, наука, инновации, шоу-бизнес и других. Итак, дамы и господа, восьмой зал, первый уровень нашего магазина, где уже подходит к концу встреча с Романом Масленников. Пишите, пожалуйста, не упустите свой шанс, приобретайте книги и подписывайте. Если есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, кстати, кто думает, покупать или не покупать, я советую все-таки приобрести. Почему? Потому что...